Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, ребята, биткоин сейчас готовится к крупнейшему движению, каких мы не видели уже долгое время. Об этом сегодня и поговорим. Поговорим про биткоин и также про мой трейд, мои прогнозы на биткоин, и про то, что я думаю, что с ним случится. Также немного поговорим про ApeCoin, и про то, что за хрень происходит в целом в криптопространстве сейчас. Начнем мы, конечно, с цены биткоина. Давайте перейдем напрямую на графики, и я расскажу вам, что же тут происходит. Как вы помните, у нас до этого. И да, это все еще валидный уровень, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, у нас было горизонтальное сопротивление. Также не стоит забывать, что у нас есть нисходящее сопротивление, что означает, что потенциально... Что мы потенциально находимся здесь в симметричном треугольнике. Дайте-ка перерисую его чуть получше. Это симметричный треугольник, который должен пробиться очень скоро. Как вы помните, симметричные треугольники обычно пробиваются, когда они на 70% как минимум находятся в паттерне. И, конечно, чем дольше они укрепляются в паттерне, чем ближе подходят к вершине, чем ниже уходит волатильность, чем ниже уходит объем. Давайте вам его покажу. И тем выше будет волатильность во время прорыва. Как вы видите, мы сейчас как раз зашли на эти 70%. Так что с этого момента мы должны ожидать прорыва наверх. И я еще поговорю о направлении чуть позже. Или по направлению вниз очень-очень скоро. Дошли до 70% сейчас. И, конечно, этого прорыва мы можем не увидеть до конца марта. И даже начало апреля. Но в любом случае, нам сейчас уже нужно готовиться. И цель из этого, и я хочу, чтобы вы, ребята, к этому приготовились. Это определенно не для слабых людей. Просто посмотрите на эту цель. Мы должны пробиться от уровня в 42 тысячи долларов и потенциально дойти до 56 тысяч долларов. Это в случае, если мы пойдем наверх. Это будет движение на 14 тысяч долларов на биткоине. В случае, если этот прорыв будет вниз, что, как я думаю, довольно маловероятно. Новости от ФРС, конечно, были не идеальные, но и не самые худшие. Но даже если мы пробьемся вниз, помните про мой самый худший сценарий. 28 тысяч долларов за биткоин. Я об этом говорил, по сути, весь предыдущий год. Я всегда говорил, дайте только правильный график найду, что мой самый худший сценарий всегда будет на уровне в 28 тысяч долларов. Я не думаю, что цена биткоина уйдет ниже этого уровня. Я об этом говорил, даже когда мы достигли максимума бычьего рынка. 64 тысячи. Мы упали до 28. Затем поднялись до 69. Я не думаю, что мы снова уйдем ниже. Как вы помните, у нас в предыдущем цикле было тройное дно. И поэтому я думаю, что мы не уйдем ниже в этот раз. Это то, чему я сейчас придерживаюсь. И именно поэтому я также открыл этот трейд. Да, он не самый лучший, конечно. Это не трейд на прорыве. Я открыл его на уровне в 39 тысяч 700 долларов. И сейчас он немного в прибыли, на 30%. Ничего сумасшедшего. Такое я делаю довольно часто. Я открываю такие трейды, и в случае, если мы пробиваемся, тогда я увеличиваю эти трейды. Если же мы пробиваемся вниз, тогда я буду его уменьшать. Как вы видите, мы сейчас находимся в ловушке внутри этого горизонтального сопротивления. И нам нужно через него пройти. Но при этом нам нужно готовиться к потенциально крупнейшему движению на биткоине за долгое время. К движению на 14 тысяч. При этом, куда бы мы ни пошли, мы готовы. Я же лично ставлю на прорыв наверх. Именно поэтому я и открыл свой трейд. Давайте я расскажу вам, ребята, про кое-что еще. Да, ребята, мы можем сделать много прибыли на биткоине. Но на альткоинах также очень много чего происходит. И когда все боятся сейчас, у нас есть отличная возможность сделать прибыль. Вы знаете, что у меня есть несколько NFT Boar Tape. И я получил бесплатный аирдроп. Я знаю, что не все могут его получить, конечно. Даже не все, у кого есть эти NFT. В любом случае, я получил аирдроп на 160 тысяч долларов. И я сделал ошибку, я продал это. Я поискал и понял, что это хороший проект. Затем я запостил это в Твиттере буквально вчера. Я запостил это сразу же после своего решения. Я продал их и затем выкупил обратно чуть выше. И я не жалею об этом. Я думаю, многие знают, что произошло после этого. Я закупил своими примерно на половину миллиона. И посмотрите, сейчас он находится на уровне 800 тысяч долларов. С тех пор, как я запостил это в Твиттере. И даже давайте посмотрим. Перейдем домой. Ape USDT. И вот, посмотрите. ApeCoin за все это время только и делал, что рос. Просто с ума сойти. И, конечно, сейчас не время для покупки. Но, знаете, полезно подписаться на мой Твиттер. Можете подписаться на меня и получать все эти сигналы вовремя. Прямо сейчас мы уже сделали 100%. И это только со вчерашнего дня. И, конечно, сейчас не время покупать на зеленой свече. Но я просто хочу, чтобы вы подписались на мой Твиттер. Где я могу больше рассказывать про свои альткоины. И да, на этом канале я также буду рассказывать про альткоины больше. Так что спускайтесь вниз. Делитесь этим видео с друзьями. Лайкайте и пишите свои любимые альткоины внизу. А если хотите торговать, можете забрать свой бонус на 10 тысяч долларов. Просто листаете вниз до описания. Кликайте по ссылке, регистрируетесь. Вносите депозит, и вы сможете получить бесплатный бонус. Сможете открыть трейд, как я это делаю, например. Дайте только перейду на этот трейд. Вот, посмотрите, позиция на 15 биткоинов. Спасибо за просмотр. И дайте-ка вернусь на камеру по-быстрому. Все еще не до конца, я вылечился. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, пока-пока.